Центральный банк Китая вновь снизил курс национальной валюты, утвердив средний обменный показатель на уровне 6,5 юаней за доллар. Снижение составило 0,43%. Это самый низкий курс с февраля 2011 года. Напомню, в августе прошлого китайский регулирующий орган обесценил курс юаня к доллару до 1,5%. Это сильно пошатнуло мировой фондовый рынок. Позже китайские власти взялись за укрепление юаня. Если раньше курс менялся в зависимости от колебания американского доллара, то сейчас на него оказывают влияние и валюты других стран. Обесценивание юаня, на первый взгляд, это плохо. На самом деле это поможет Китаю увеличить экспорт. Раньше Китай придавал значение лишь развитию собственной экономики. Из-за этого в нашей стране производилось слишком много продукции. Но не было достаточного рынка сбыта. Чтобы исправить дисбаланс, мы выбрали путь совместного развития с другими странами. Это значит, что курс юаня будет меняться в зависимости от курсов валют других стран. Например, мы придаем большое значение программе «Один пояс, один путь», которая выгодна для всех стран, участвующих в проекте. США сейчас имеет превосходство в морской торговле. Поэтому Китай стремится к торговле на суше. Субтитры создавал DimaTorzok